Мир вас и сестры, приветствуем вас. Бог даровал нам благословение, милость, помощь. И мы в Доме молитвы предстоим пред нашим Господом, друзья. Пред нами богослужение, и мы рады друг за друга, благодарим Господа, который с нами, благодарим наших братьев и сестер, которые будут смотреть нас и слушать и вместе с нами служить Господу. Дорогие мои, Бог заботится о каждом из нас. Божий закон, он совершенный. Он определенный и незыблемый. Хвала Богу нашему. И вот, дорогие мои, для того, чтобы человек мог жить не просто только плотью, а душою и духом, Господь Бог определил для человека свое святое Слово. И мы читаем и в Ветхом Завете, и это подтвердил Христос в Новом Завете, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Хвала Богу нашему. Вы знаете, нам, христианам, уже многие годы верующим, крещеный духом, святым, со знамениями иных языков, порой это непонятно. Мы ходим вокруг да около, а Божье Слово есть Божье Слово, и Божий закон есть Божий закон. Поэтому, возлюбленные, слушать Божье Слово, читать Божье Слово, вникать в Божье Слово, это непростой и немалый труд. Но кто вникает, кто прибывает, кто читает, кто внимательно слушает, кто приготовляет свое сердце для принятия Слова Божия, настраивает себя, идя в служение, я настраиваю себя внимательно слушать Божье Слово, внимательно слагать Его в свое сердце, потому что это Божья истина, это духовная пища, это сила, которая укрепляет мой дух, мою душу и мое тело. О, благословен наш Бог! Поэтому, дорогие мои, открывая наше богослужение, читаю несколько стихов из послания святого апостола Иакова, это первая глава, давайте прочитаем с 19 стиха. Первая глава послания Иакова с 19 стиха. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скор наслышание, медлен на слова, медлен на гнев. Вот наше пребывание в нашем служении, в нашем доме и вообще в нашей жизни. Всякий христианин, всякий христианин, да будет скор наслышание Слова Божьего, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости, примите насаждаемое Слово, могущее спасти наши души. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Да удобрит Божий Дух наше сердце и наше доброе желание, и да придет ответственность от Господа на каждой душе, которая в богослужении, которая нас смотрит сейчас, со всей ответственностью, открыть свое сердце для принятия Божьего Слова, могущего спасти наши души. И дальше Божье Слово говорит, будьте же исполнители Слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя. Да сохранит нас Господь от этого. И мы в благоговении, братья и сестры, встанем пред Господом и будем прославлять имя Господня, заботясь о самом себе. Господи, осени меня Духом Святым для принятия Твоего Слова. Служим Господу и готовимся к молитве. Мы будем петь Псалом номер 1122. День воскресный сегодня пред нами. Пусть возносится Богу хвала. Номер 1122. Пусть возносится Богу хвала. 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 Песня. 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 из 88-го псалма с 12-й по 18-й. Это учение Ефама из Рахита, с 12-го стиха. Твои небеса и твоя земля, Вселенную, и что наполняет ее, ты основал, Север и юг ты сотворил, Фавор и Ермон о имени твоем радуются, Крепка мышца твоя, Сильна рука твоя, Высока десница твоя, Правосудие и правота основания престола твоего, Милость и истина предходят пред лицем твоим, Блажен народ, знающий трубный зов, Они ходят во свете лица твоего, Господи, А имени твоем радуются весь день, И правдою твоею возносятся, Ибо ты украшение силы их, И благоволением твоим возвышается рог наш. Знаете, я сегодня утром читал эти слова, и я был просто поражен, насколько может человек вот величественными словами выразить буквально в немногих предложениях глубину и величину любви Божьей. Твои небеса, мы видим небеса, мы видим небо, мы радуемся, солнышко светит, или может быть тучами закрыто, мы знаем, что это Бог сотворил, и земля, на которой мы с вами ходим, она тоже Богом сотворена, но он идет дальше, он говорит о том, что невидимо, то, что мы сегодня называем космос, вселенная, это ты сотворил, что наполняет, ты основал, север и юг ты сотворил, и горы о имени твоем радуются. И если это горы делают, то мы живые люди, неужели мы не можем воздать славу нашему Господу? Я верю, что можем, я верю, что мы можем превознести Его, нашего Господа, каждый день в нашей жизни, не только в день воскресный, как говорит 17 стих, а имени твоем радуются весь день, и правдой твоей возносятся. Мы возносимся правдой нашего Господа. Он все сделал для нас. Он сделал все вокруг нас, Он сделал все внутри нас, и в духе нашем Он благословил нас. Блажен народ, знающий трубный зов. Поклонимся нашему Господу, превознесем Его, прославим Его от всего сердца, от всей души, всем, чем мы можем, для Его славы и славы Его Царства. Аминь. Господь, слава Тебе. Хвала Тебе. Аллилуйя. Честь, поклонение, величие, благодарение Тебе, Бог всемогущий, Ромен и Флейдель, Громен и Штайна. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, Богу нашему вечному, дивному, святому. Господь, основание престола Твоего, милости и истины, Господи. И мы сегодня прибегаем к Тебе, к основанию престола Твоего, Господи Боже, потому что Ты воссидаешь, Господи Боже, на престоле Своей славы. И мы, живущие на земле, находимся у подножия ног Твои, Господи Боже. И Слово, которое Ты оставил нам, для того, чтобы мы могли читать Его и вникать в Него, оно открывает нам глубину Твоего помышления и красоту Твою. Аллилуйя. Ромен и Флейдель, Громен и Штайна. Господь, о имени Твоем радуется вся вселенная, которую Ты основал. И горы не могут молчать, Господи Боже. И тем более, народ Твой, который Ты искупил кровью Твоею и омыл, Господи Боже, и благословил. Ромен и Флейдель, Громен и Штайна. Сегодня мы Твои, искупленные Тобою, прощенные Тобою, мы радуемся о Тебе, Господи Боже, не только в день воскресный, который является днем торжества, Господи Боже, но каждый день в нашей жизни, ибо Ты возвышаешь рог народа Твоего, Ромен и Флейдель, Громен и Штайна. Аллилуйя. 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 Достойный Ты славы, достойной хвалы, достойной поклонения, Бог живой, вечный, праведный и святой. Да будет сердце наше открытым для славы Твоей, да будет сердце наше ищущим Тебя, да будет слово Твое в жизни нашей животрепещущим и влекущим нас к Тебе. Осияй нас светом лица Твоего, научи нас уставам Твоим и утверди стопы наши слове Твоим, дабы нам благоговеть всегда пред Тобою, чтобы нам, живя на этой земле, быть исполненным Духом Святым, жить славою Твоею, Господи Боже, и чтобы в нас, в народе Твоем, был возвеличен Ты, достойной у Тебе славою, чтобы отражение всей славы было на каждом из нас, Господи Боже, ибо мы народ Твой, знающие трубный зов, Господи Боже, благоволи к нам в милости Твоей и благодати Твоей, святой. Благослови с Ее служения, обогати нас присутствием Твоего Слова, присутствием Твоей славы, благодати Твоей и Духа Святого Твоего. Помашь нас, Господи Боже, чтобы нам, Господи, находясь на всем месте, учиться благодати Твоей, жить для Тебя и славы Твоей, Боже, чтобы предстать пред Тобою, пред славою Твоею, укорененным и утвержденным в любви Твоей. Тебе слава за все, наш вечный Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Аллилуя. Аллилуя. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 в моих словах заключается не в том даже, как я буду говорить, а сила заключается в источнике, откуда приходят эти слова. И когда сегодня, вы знаете, есть на земле такой маленький пример, почему и как Бог дал нам какие-то возможности физические для того, чтобы произносить эти слова. И вы знаете, что на земле самый громкий звук может произвести голубой кит. Он в полтора раза больше, а громче взлетающего реактивного самолета. Это животное, которое сотворил Бог, оно может издавать такой громкий звук. Вы знаете, количество слов также не определяет их силу. Мы, соответственно, нашим физическим данным, нашему полу, возможно, можем произносить больше или меньше слов в определенное количество времени. Но от этого, это еще не значит, что мы получаем больше от этого пользы или то, что наши слова приобретают определенную силу. Вы знаете, экклесиаст говорит такие слова. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Интересно. Слова мудрых, высказанных спокойно, слушаются лучше. Поэтому мы понимаем, что неважно, насколько они громко звучат и насколько они длинно звучат, важно, насколько качественно то, о чем мы говорим. Слово – это слово в Старом Завете, которое используется в Старом Завете, это еврейское слово. И значение, которое оно несет, это смысл какой-либо вещи, ее обратная сторона, ее суть, то, что определяет ее внутренний характер. Слово, как живое высказанное, речь, наполненная смыслом. То есть, каждое слово, которое мы высказываем, оно несет определенный смысл, оно что-то описывает или что-то определяет. Нету слов, которые ничего не имеют никакого значения. Обычно мы такими словами не пользуемся. И каждое слово, которое высказано, оно несет за собой определенную цель, зависимо от того, кто его высказывает. Это просто несколько определений, чтобы нам было понятнее, о чем мы говорим сегодня. Вы знаете, я рассуждая, читая места Писания, которые говорят о словах, о том, что мы говорим, как мы говорим, пришел к некоторым таким выводам и разделил их на три части. Первая часть – это причина или источник, откуда исходят слова. Действие – это как инструмент. И последствия, последствия, которые несут наши слова, которые мы говорим. И причина – это наше сердце или тот источник. Матфея 12,35 говорит Христос такие слова, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища вносит доброе. А злой человек из злого сокровища вносит злое. Здесь говорится о сердце. Это Иисус Христос говорит. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Поэтому первое, откуда нужно посмотреть это в сердце, то, откуда приходят слова, то, как они появляются за рождение или рождение каждого слова, каждой мысли происходит в сердце. И часто, вы знаете, люди используют объяснение таких плохих слов, когда люди высказывают или ругательств, и говорят, это у меня вырвалось. Простите, мне это вырвалось случайно. У меня вопрос, откуда это вырвалось? Что породило или оно же где-то было? Для того, чтобы выйти, ему нужно было где-то родиться, ему нужно было откуда-то выйти. И сегодня апостол Павел говорит, никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе. Для чего? Для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Друзья, вы знаете, есть много слов, которыми мы пользуемся. Есть очень нейтральные слова, которыми мы пользуемся каждый день. Есть слова, которые мы используем для обличения, для наставления, для вразумления, слова, которые мы используем для поддержки кого-то, слова, которые мы используем специально, чтобы кого-то унизить или обидеть. Это все слова, которые мы используем и которые мы делаем выбор, в каком... Те же слова мы можем использовать в разных целях. И сегодня за нами выбор, как мы будем их использовать. Действия, да? Для того, чтобы воспроизвести слово, нам нужен язык. Нам нужен язык, который Бог дал нам благодарение Богу, что у нас два уха и один язык только. И поэтому есть, наверное, причина, да, чтобы мы, наверное, больше слушали, меньше говорили. Но язык, вот, значит, Яков говорит, что язык укротить из людей никто не может. Он пришел к такому выводу, что язык укротить никто не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Он исполнен смертоносного яда. И вы знаете, он говорит, что это неукротимое зло. Почему? Потому что он объясняет, я перехожу к следующему пункту, это последствия, что этот язык, он, им же мы благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьим. Из тех же уст благословения и проклятия, не должно, братья мои, сему так быть, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода. Может ли в одной бутылке находиться сладкая и горькая вода? Может, сегодня может, химическими разными процессами, но источник, когда говорится о источнике, из источника течет определенное, определенного качества вода. И он говорит, что или горькая, или сладкая вода. А также и наши уста, мы не можем быть добрыми и говорить злое, и также, наоборот, мы не можем быть злыми и говорить доброе. Это неестественно, этого противозаконно, Божьему даже закону. Потому что то, что в сердце, то будет и на наших устах. Язык – это то, что в моей власти и под моим непосредственным контролем. Только я имею силу его укротить, и никто другой в этом мне помочь не может. Поэтому сегодня за мной выбор, как я буду им распоряжаться. Вы знаете, последствия от произнесенных слов, которые мы говорим, могут быть очень сильными. Очень важно зависеть от того, конечно, кто их говорит и как они говорятся. Очень важно и многое зависит от того, скреплены ли эти слова действиями, или они просто произнесены впустую. Но последствия, они имеют очень большую силу. Они несут благословение или проклятие. Они могут нести что-то одно. Вы знаете, и Слово Божие говорит такие слова еще так же, что человек может быть нами вдохновлен или нами, наоборот, опущен, нами, наоборот, подавлен тем, что мы говорим. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Было ли в вашей жизни, когда вам сказали доброе слово? И у вас настроение поменялось в этом дне? Вы по-другому начали смотреть даже на жизнь, когда мудрое, правильное и доброе слово было сказано вовремя? Слава Богу, что есть то слово, которое может сегодня помочь нам. Как же мне быть, если я не могу говорить всегда доброго? Как же мне делать и что мне делать, если не получается у меня всегда контролировать свою речь? Слово Божие дает хороший совет. Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен. Вы знаете, воздержание в словах – это не порог, но это искусство, тому надо учиться. Люди, которые не могут воздерживаться сегодня, нам надо этому учиться. Мы по-разному созданы, мы по-разному. Кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше. Но от этого окончательный результат, от этого не зависит. То есть все равно каждое слово, которое мы скажем, оно придет на суд. За него нужно будет дать ответ. Поэтому какой выход сегодня дает Слово Божие? Если я не могу контролировать свою речь и то, что я говорю? Говори меньше. Простой совет – говори меньше. Обдумывай то, что ты говоришь. Разумный воздержан в словах своих. Это не то, что ему нечего сказать, но он воздерживается, чтобы говорить. Что бы мы говорили, если бы каждое слово было использовано против нас? Если бы мы знали, что бы мы ни произнесли, это слово будет использовано против нас. Мы, наверное, бы задумывались дважды перед тем, как что-то сказать. Шутки, пустословия и споры. Я даже не буду на этом останавливаться. Какой процент полезного действия производит оно в другом человеке, с тем, с кем я веду разговор? Оно все может быть уместно в свое время, но насколько оно приносит пользу тому человеку, с кем я разговариваю? Как часто мы молимся о том, чтобы Дух Святой дал мудрости, что мне сказать, вместо того, чтобы осудить другого, выражая свое мнение по этому поводу? Знаете, наше мнение, оно может чего-то значить в глазах моего соседа, но что значит мое мнение в глазах Бога? Как часто я задаю этот вопрос? Насколько оно важно и насколько оно может помочь другому человеку стать лучше, если я выскажу ему свое мнение? А может мне надо воздержаться, чтобы говорить свое мнение? Может мне надо попросить Бога мудрости, что сказать вместо моего мнения? Какой ответ хочет дать он сегодня тому или иному человеку? Наблюдение за собой, друзья, наблюдение за собой – это то, что нам сегодня нужно. Каким источником я сегодня заполнялся или наполнял свое сердце, то, скорее всего, будет центром моего разговора в течение этого дня. Вы знаете, очень простые примеры. Мы смотрели новости буквально, у нас в семье смотрели новости об Израиле. Там много насилия, много разных таких вещей, которые показываются. И как вы думаете, какой результат этого? Результат этого нету покоя в сердце. Начинается раздражение. И мы не могли долго понять все утро, что происходит. Пока мы не стали, не покаялись в том, что мы не начали день со Слова Божьего, а начали его с других источников. Какой источник сегодня наполняет мое сердце? Чем я наполнил себя, то сегодня я буду и говорить. Тем сегодня я буду делиться, и то сегодня услышат от меня, и, возможно, получат пользу или получат опустошение люди, которые слушают меня. Вы знаете, Слово Божье – это источник, который поистине может напитать, который может другому человеку дать пользу, и если наполняя свой источник, я наполняю мое сердце, мой разговор совсем будет принимать другие обороты, когда мы даже будем говорить в семье, разговаривая с друг другом. Я верю, что это очень важно. Слово Божие в Новом Завете принимает совсем другой образ. Оно принимает образ Иисуса Христа. Когда вы читаете Новый Завет, где говорится о том, что о Слове Божьем. Слово Божье – это Христос, который пришел на землю и стал плотью, и дела, которые Он творил. Написано, что «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истины, и мы видели Его славу, Его славу как единородного от Отца». Друзья, Бог, Он сказал Слово. Это Слово открылось в Иисусе Христе. Он произнес Слова для тебя и для меня, чтобы в моей жизни все изменилось. Чтобы это Слово проникло в мою жизнь. Пример Иисуса Христа. Он стал тем Словом, которым я должен сегодня наполниться и нести в этот мир. Чем сегодня наполняюсь я? Вопрос я задаю себе и каждому из нас. Новое Слово, которое произнес Бог – Слово жизни, Слово примирения, Слово спасения, Слово благодати. Или просто Слово, но оно несет за собой силу Бога. В Иисусе Христе. Писание является Словом Божьим, потому что сказавшее это Слово, во Христе есть Бог. Вы знаете, друзья, что сердце мое, сегодня сердце каждого из нас, оно может или радоваться, или печалиться, но то, что мы туда положим, такой плод мы от него и получим. И читаю буквально несколько последних мест. Давид говорит такие слова. «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесну и меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоилась в уповании». Обратите внимание. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. То, что выходит из наших уст, это только последствия того, что попало в наше сердце, того, что внутри нас. «Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». Слова мудрых – это как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Кто сегодня, кем сегодня мы изберем источник своих слов? Что мы сегодня захотим принять как эталон, как то, от чего стоит отталкиваться, с чем стоит наполняться, и что стоит говорить? Друзья, вы знаете, есть много слов, есть много слов, которыми мы можем пользоваться. Но давайте, чтобы наши слова всегда несли мир, всегда созидали, потому что слово может или созидать, или разрушать. И надо очень бодрствовать сегодня, чтобы мне говорить те слова, которые созидают. Потому что каждому из нас придется предстать перед Иисусом Христом. И за каждое слово, которое мы говорим, придется дать объяснение, почему я его сказал. Да благословит нас Господь, друзья, сделать сегодня правильный выбор. Давайте склонимся и помолимся. Аминь. Господи, Боже наш, Господи, упомая на Тебя, и стоя предице, и благословит нас, и благодарит Тебя, и божественная, и благословит, и благословит нас, и милостив, Продолжение следует... 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 Never hesitate to wrap me in endless grace When I'm in your arms Слава Богу, Господи! Слава Богу, Господи! Братья и сестры, сегодня у нас есть прекрасный день. Я верю, что это очень чудесный день для каждого из нас. В зависимости от того, насколько мы настроены на то, что Бог хочет нам сказать. И, конечно же, у нас сегодня прекрасное собрание. Я верю, что у Бога что-то есть. Через каждое слово, которое Он говорит, через вот эту даже песню спетую, это было просто чудесно. Сегодня проповедь Дениса просто заставила меня стоять перед Господом и каяться в том, что много мы произносим слов, высвобождающих такую негативную энергию в нашей жизни. Слова неверия, слова всевозможных сомнений, возможно, ропота или слова оскорблений. Я верю, что Бог просто чудесен в том плане, что Он всегда заботится, что нам дать, чтобы мы могли жить, двигаться и Его за это прославлять. Я сегодня имею какое-то определенное время. Я хочу немножко кое-что сегодня тоже поделиться с церковью. И я прочту три места, очень коротко. Первое из них я прочту из Евреям, 10 глава, сказано так. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается боли жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готова пожрать противников». И дальше Он говорит, что если при Моисее люди нарушали и строго наказывались, то тем более Бог наказывает тех, кто живет в период благодати. Второе место я хочу прочесть из «Песни песней», сказано. Вообще Библия так писалась, что вот эти знаки припинания, большие маленькие буквы, они расставлялись людьми, поэтому я имею как бы право на то, чтобы по своему усмотрению усматривать, какая здесь должна быть буква. Я верю, что здесь идет речь от имени Божьего, обращающегося к нам людям. И здесь сказаны такие слова. «Положи меня», это как бы Бог говорит, «положи меня, как печать на сердце Твое, как перстень на руку Твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподня, ревность ее, любви. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатства мира, он был бы с презрением отвергнут». Так говорит Бог о своей любви, которая характерна Богу. И еще одно место я прочту из Исаии, 16 глава, и потом мы это все в очень кратких словах подытожим, и у нас будет продолжаться наше собрание. Исаии, 16 глава, сказано так. «Бог, как бы, поражая маовитян». Это была нация, которая, естественно, была родственна в каком-то плане Израилю, но это был вообще-то отвергнутый Богом народ из-за того, что они приносили детей в жертву. И, кроме того, их происхождение в этот мир было очень таким, но далеким от моральных божьих стандартов. И вот эта вот нация маовитян, она дожилась до момента, когда Бог ее поражает, говорит Израилю, «То, что я буду поражать эту нацию, это мои дела с ними. Ваша проблема – оказывать им всевозможную поддержку, посылать им агнцев, делать все возможное, чтобы обеспечить убежищем, чтобы они имели пропитания. То, что я буду делать свое, вы занимаетесь своим». И потом Бог говорит в Исаии 16 глава, «Что я плачу о маовитянах, плачем, и Ейзера, по-моему, и внутренность моей сердца мое стонет от того, что я эту нацию вынужден как бы наказать, и при том жестоко наказать, прекратить радость среди них, и народ как таковой просто начал деградировать в те дни». Вот такая вот ситуация была когда-то в жизни, в истории человека. Дорогие, что я сегодня хотел вот просто из этого всего, какой вывод сделать? Очень простой. Бог, Он так устроен, Его невозможно изменить, Он имеет в себе слишком много святостей. И эта святость, мы вот студентами библейского колледжа, мы об этом говорили, и вы знаете, что я сказал, что святость – это как бы написано в 96-м псалме, что «правда и суд являются основанием престола Божьего, и окрест с Него молния, и огненные, и огонь – окрест Бога». Вот святость – это что-то окружающее Бога. И вот Бога без этой святости невозможно даже представить за Бога. Дорогие, Бог неотделим от своей святости, и везде, где движется Бог, Он движется вместе со своим огнем поедающим. Так сказано, что Он же есть огонь поедающий. И вы знаете, в детстве я так боялся этих мест. Я читаю Старый Завет, у меня такая депрессия посещала, я думал, о Господь, как мне хочется скорее перепрыгнуть в Новый Завет и встретиться с Иисусом, который прощает блудницу, вместо того, чтобы читать о Боге, низвергающем молнии на горе Синае. И вы знаете, но Он таков, и Он себя отречься не может, такова Его сущность, и гнев Божий присутствует в этой святости. Гнев Божий всегда направлен против греха, разрушающего прежде всего самого же человека. Спасая человека, Бог вынужден действовать с помощью своей святости. Мы такую вот фразу просто выяснили, что грех – это вражда против Бога, против ближнего, против самого же человека. И поэтому Бог, враждуя с грехом, естественно, спасает себя, свою честь, спасает ближнего, спасает тебя и меня, благодаря своей святости. Но вот где проблема. Когда святость приходит, то, естественно, при этом гибнут люди. И вы знаете, история переполнена просто событиями, трагическими драмами, которые посещали Израиль, тысячи людей гибли. И, казалось бы, при том случайно, Оза, однажды протянувши руку, чтобы как-то подержать Божий ковчег, и тут же погиб на месте. Почему? Почему так происходит? Потому что Божья святость вокруг Бога. Понимаете, Божья святость, она требует почтительного расстояния. И поэтому он говорил, если ты будешь приближаться к горе, то обязательно помни правила, которые нельзя нарушать, иначе ты будешь поражен, убит, или стрелой, или Божьим огнем. В общем, Божья святость, это что-то неотделимое от Бога, и она всегда является враждой против греха, разрушающего все основы мироздания. Дорогие, и вот я о чем говорю, что вот евреям он пишет, что если мы произвольно грешим, то эта святость, ярость огня, она готова пожрать противников. Почему? Потому что Бог неизменим. Бог на страницах Нового Завета, это тот же самый Бог, который когда-то говорил на Синае. Я в детстве, как я сказал, по всей вероятности, многие из вас допускали похожие ошибки. Я вот в детстве думал, что Иисус это другой Бог. Я думал, что Иисус это как бы заступник. Он пришел поменять Бога Отца, как-то переменить его мысли. Он пришел Бога убедить, перейти на нашу сторону, посострадать нам, нашим бедам, нашим проблемам, нашим горестям. Но на самом деле, дорогие мои братья и сестры, Иисус это был тот же самый Бог, который когда-то окружил себя густым облаком. На Синае тот же самый Бог. Написано, что вся полнота Божества, включая святость Бога, она была в Иисусе Христе. Но я вот задаю себе вопрос, почему Он ведет себя по-другому? Почему вокруг Него не падают люди? Почему, когда Иисус ходит, никто не умирает? И Его святость, она еще, я верю, кстати, я к этому хочу подвести, она была явлена в те дни больше, чем святость во дни Синая. Намного больше. Кстати, Он пришел для того, чтобы эту святость Отца не звести на землю. Сказано, что Я пришел, чтобы огонь не звести. Огонь Святого Духа, но прежде, нежели огонь Святого Духа сошел, другой огонь пришел. Огонь святости, огонь гнева Божьего. Я хочу вот к этому подвести, но пока у меня есть немножко время для других мест из Библии. Смотрите, и поэтому вот в песне, в песне сказано, Божья святость всегда в нем. Но она, она действует, она мотивирована постоянно любовью, любовью к человеку, любовью к достоинству божества, любовью к всему тому, что Бог сотворил. И вот здесь сказано, что любовь, вот чем она характерна. Любовь Бога, она характерна тем, что стрелы ее, стрелы огненные. И она имеет лютость, она имеет ревность, подобную преисподней. И сказано, что она сама по себе является пламенем весьма очень сильным, пламенем, истребляющим все то, что не отвечает на Божью любовь. И дальше сказано, если мы попытаемся эту любовь заслужить, то есть, если мы самоправедно хотим как-то подойти, что-то принести Богу, какие-то богатства мира, то мы будем отвергнуты с великим презрением. И большие воды, воды потопа или другие воды мира, они эту любовь в Боге не могут потушить. Она всегда будет гореть, она всегда будет окружать Божий престол, она будет являться, вернее, да, она является основанием престола, потому что суд и праведность включают в себя Божью любовь. И далее эта мысль, она, я хотел бы ее проследить, вот из книги 16 главы Исаии, там сказано, что Бог, поражая нацию, при этом стонал, при этом переживал, при этом его сердце, оно было наполнено горечи, что он вынужден как бы эту нацию убивать. Дорогие, вот так примерно выглядит Божья любовь, переполненная Божьей святостью. Вы понимаете, мы с вами склонны как-то отделять Божью любовь от Божьей святости. Иногда проповедники говорят о любви, другие пытаются их поправить, говоря о святости, и мы как бы воюем друг с другом, тогда, когда на самом деле Божья любовь, она присутствует в самой Божьей святости. Ее нельзя отделить. На кресте Иисус выразил и то, и другое одновременно. Крест — это место, где мы видим Божью святость прежде всего, и затем мы видим любовь, которую Он возлюбил, которую Он возлюбил человечество. Сегодня я хочу просто заметить следующие такие заметки. Я своей женой, вот мы недавно размышляли, она присутствует здесь, и я говорю, та интересная такая вещь. Я когда в детстве читал об Аароне, вы знаете, мне казалось, что когда Бог начал поражать Израиль, Моисей говорит Аарону, срочно бери кадильницу, заполни ее огнем, из жертвенника и стань и прекрати вот это вот поражение. Аарон выбегает навстречу перед поражающим Богом, и Бог, глядя на Аарона, останавливается. Я думал, что, наверное, Бог из-за того, что Аарон, ну, у него жизнь такая была святая, и поэтому он не мог его погубить с нечестивыми, как это Авраам говорил. Или я думал, возможно, это из-за того, что Бог так сильно любит Аарона, из-за любви к этому человеку он не может просто истребить дальше людей, которые согрешили. И вы знаете, что на самом деле это не так, потому что почему тогда Бог не остановился перед Иисусом Христом, который тоже был заступником, почему Богу приходится поражать Сына, изливать весь гнев и ярость огня на Сына, если бы это было так. Дорогие, к чему я хочу это подвести? К тому, что когда Аарон, Бог сам говорит, я искал среди них заступника, посредника, он говорит Езекииля, что я всегда ищу человека, который стал бы в пролом передо мною и заступил бы Израиль от моего же гнева. Зачем же гневающемуся Богу, чтобы кто-то выступал против его гнева? Казалось бы, что может быть нам кажется, что этот человек выразит другую волю. На самом деле нет, Аарон, заступивший Израиль, это была та же самая воля Бога. Просто я вот что думаю, я верю, что когда Бог двигался и увидел Аарона, он в нем увидел ту же самую его же Божью любовь, которая говорила Богу, что ты поражая людей, ты же их так сильно любишь. Аарон как бы напомнил Богу самого же Бога. Я думаю, что это не была инициатива Аарона, это Бог был живущий в этом человеке, Бог, который выразил себя шире, Бог, который как-то более проявился, и поэтому он останавливается перед самим собою, не перед умирающим Аароном, и даже не перед просьбами Иисуса Христа. Он останавливается перед самим собою, потому что Он таков, в нем горит огонь любви, который переисполнен святостью Божьей. Дорогие, я знаю, что у меня есть еще пять минут времени, и я хочу в эти последние минуты моей проповеди кое-что донести, поэтому я так тороплюсь сегодня. Смотрите, когда Иисус стоит на улице где-то Иерусалима, и перед Ним стоит эта блудница, я знаю, что люди вокруг наверное думают, если ты настоящий Божий пророк, то ты понимаешь какая судьба этой женщины, она обречена, закон ее провозгласил грешницей, она должна умереть, между прочим, сам Иисус этот закон и устанавливал, и теперь он как бы выступает против своего же закона. В чем же проблема? Как же он может нарушить этот закон? Знаете, в чем проблема? Потому что Иисус пришел в этот мир, Он пришел, чтобы явить Божью святость, но каким образом это происходит? Он, понимаете, Бог, Он себя всегда ограничивал, Он отдалялся далеко, Он был где-то на высоте, или если нужно, Он просто предупреждал людей, если нужно, в крайнем случае, Он приглашал народ к жертвоприношению, и эти жертвы, вот пролитая кровь через эти жертвоприношения, они стерживали, умилостивляли Божий гнев, и поэтому благодаря жертве Бог мог сближаться с человеком, Бог мог как-то с ними сотрудничать, какие-то отношения между Богом и людьми происходили благодаря жертвам. Дорогие мои, Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы этот Божий огонь снова сошел. Понимаете, Бог не может, чтобы прийти без огня. Я сегодня даже не думал, что об этом буду говорить, я вообще готовился сказать пару слов о жизни Божьей в нас, и случилось так, что даже на последнем из наших уроков Ростик Миссюра ко мне подошел и говорит, можешь ты на эту тему сказать пробовать? Я думаю, конечно же не могу, потому что то, что есть в сердце, то я и могу, но сегодня почему-то Бог, видимо, так свел мои мысли к этой проповеди. И вот что я хочу сказать, дорогие, о том, что когда Иисус пришел, понимаете, к Богу всегда была мечта приблизиться к человеку как можно ближе, слиться с человеком, создать скинию, такую, где Бог и человек сольются в одном духе, но его святость всегда ему мешала, и поэтому жертвы, они как бы вот эту святость Бога умилостивляли, и Бог посредством жертв, изливая огонь на жертву, потому что жертва всегда истреблялась огнем Божьим, прощал из-за этого самого человека. Когда Иисус пришел на землю, то Он сказал, что Я пришел явить Божью славу, Я пришел, чтобы праведность Бога была показана, продемонстрирована на весь мир, что такое праведность, это Божий суд. То есть, Он приходит как жертва, поэтому общаясь с этой женщиной, Он просто понимает, что грехи и ее Он ложит на самого себя. Он понимает, что из-за этого Ему не избежать Божьего огня. Он понимает, что гнев Бога, эта чаша гнева, которая так сильно Его тревожила в Кевсиманском саду, она непременно и зальется туда, где есть грех. Вы знаете, что в русском переводе сказано, что Он стал жертвой за грех. В оригинале сказано, что Он стал грехом за нас, не просто жертвой, Он не просто нес последствия наших грехов, что является правдой, также, но Он взял сам грех, превращаясь в грешника. Он стал виновным по-настоящему твоим и моим грехом, и поэтому суд Божий настиг его из-за того, что твой и мой грех оказался на нем. Он становится грехом. Поэтому Он, общаясь с людьми, понимает, что все эти грехи на нем. И рано или поздно этот огонь снова сойдет, и гнев Божий снова сойдет. Бог как бы собрал грехи всего мира и поместил их в Иисуса Христа. Твой и мой грех. И там просто могущественный гнев Бога поразил вот этот объект греха. Дорогие, там был я, там был ты. И, возможно, нас страшат эти слова. Но Иисус умер, забирая твой грех, потому что святость по-другому не может. Она именно поражает грешника, который был в Иисусе Христе. Он не только купил тебе прощение, Он дал тебе и свободу от греха. Он не только обеспечил тебя и меня свободой от вины, Он обеспечил тебя свободой от самого присутствия греха. Дорогие, что я сейчас хочу сказать? Я уже буквально заканчиваю свою проповедь. Моя мысль вот в чем. Иисус пришел, чтобы показать Богу, что Бог любит нас очень сильно, но гнев Божий так или иначе должен рассчитаться с грехом. И эта любовь Бога, она делает то, что жертвует сыном. Когда Иисус умирает, в это время страдает отец. Не нужно понимать, что Иисус как бы умоляет отца, при этом отец безразличен. Он страдает вместе с сыном, возможно, страдает больше. Дорогие мои, отец и сын были соединены узами троицы. Это как ваш ребенок. Я думаю, что мы готовы за детей страдать, но если страдает сын, ты страдаешь не меньше. То же самое было с Богом. Он как бы самозаместил нас с вами. Он как бы излил гнев на самого себя. Гнев Бога, излитый на Иисуса, это был гнев против твоего и моего греха. И поэтому нужно было, чтобы преграда была устранена. Бог берет грех, помещает в Христа, устраняет проблему, и мы получаем доступ во святое святых. Представьте, какая это привилегия. Я думаю, нет лучшего в этом мире, чем быть в такой близости с Богом. Потому что проблема гнева, проблема греха и проблема близости решена. Слава Богу за это, дорогие, я должен свою проповедь закончить на этом. Я хочу просто, возможно, коротко очень помолиться с вами. Пускай нас Бог глас на вид. Аминь. встанем на молитву. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Благодарить Тебя, благодарить Тебя, благословляем Тебя, превосносим Тебя, Господи fetи на нашего и Бога. Будь благословен, Господи, Будь благословен. Будь благословен, Господи, Господь, Твое Слово, могуче спасти наших души, да будет сердце наше. Господи, Господи, малактериобив. Слава Тебе, Господь, Ты достоин чести, Ты достоин, Аминь, слава и Отец, Ты нас сблизил с Тобою. Господи, мы стали едиными с Тобою в одном духе. Благодаря смерти и благодаря воскресению Иисуса Христа. Слава Тебе, Иисус, слава Тебе. Будь благословен, будь прославлен в нашей жизни, Господь, в наших служениях. Будь прославлен, Господь, Тебе, слава великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Благодаря смерти и благодаря воскресению Иисуса Христа. Благодаря смерти и благодаря воскресению Иисуса Христа. Благодаря смерти и благодаря воскресению Иисуса Христа. Ибо я люблю народа моего, который, Боже, исповедит силы, и не ворота моего, а вы не ворота, и не ворота. Господи, мы величаем Тебя. Ты наш Царь, Ты наш Бог. Ты уплатил цену, Господь, искупление. И ничто не могло нас искупить, кроме Твоей крови, пролитой ради меня, Господь. Я благодарю Тебя. Я славлю Иисуса за настоящее истинное искупление, за полное искупление. Господи, теперь мы искуплены, и теперь мы свободны, и теперь мы оправданы, и теперь мы в Твоей славе. Благодаря тому, что Ты совершил, совершаешь и будешь совершать в нашей жизни. Тебе, великому Богу, слава. Тебе слава. Будь благословен, Отец и Индуй Святой. Аминь. Аминь. Продолжение нашей программы. Я хотел бы прогрессить Олю и Аню. Они нам сыграют псалом. И во время этого мы совершим наше общее пожертвование, сбор. Пусть Бог благословит. И мы будем потом слушать заключительную проповедь. Пусть Бог благословит. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Дим, будучи благочестивым ДimaTorzok 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 Большинство из нас, находящихся здесь, родились в христианских семьях, большинство из нас не познали этого мира, не окунались в этот мир, но тем не менее, Бог говорит о нас, что мы были мертвы по грехам и преступлениям нашим. Мы читаем дальше, послание Римлянам 3 глава 23 стих говорит, все согрешили и лишены славы Божией. Ио говорит такие слова, кто родился чистым от нечистого, не один. И мы должны верить этим словам, потому что это Слово Божие. Дальше Ио говорит, что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женою быть праведным. То есть это невозможно. Значит, для того, чтобы быть праведным, есть какие-то условия. И это условия не наши, это условия Божие. Дальше, Слово Божие говорит так, это Псалом 50, 7 стих. Вот я в беззаконии и зачат, и во грехе родила меня мать моя. И спрашивается, но в чем беззаконие? Почему Давид говорит, во грехе родила меня мать моя? Да. То есть есть такие условия, которые может быть, когда мы не очень углубляемся сюда, не очень вникаем, они непонятны для нас. Но мы должны понимать, что есть такие Божие условия, которые Он нам открывает, чтобы очи наши были открыты, чтобы мы увидели свое состояние. Я говорил на братском совещании, что для меня очень долгое время было непонятно, когда я каждый раз перечитываю Библию от бытия до откровения, и я доходил до книги Левит 12 главы. И там написано так, что по окончанию дней очищения за сыну или за дочь, женщина должна принести однолетнего анца во всесожжение и молодого голубя в жертву за грех. И мне было непонятно, но в чем же грех? Если Господь поселил человека на этой земле, если Он благословил человека и сказал, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, то когда молодые же люди женятся, когда девицы выходят замуж, это не грех. Когда у них рождаются дети, это не грех. Конечно же, это не грех. Это благословение Божие. Но почему она должна принести жертву за грех? И я просто так в сердце своем молился, я говорил, Господи, открой мне, потому что не понимаю, я не понимаю этого слова. Она родила младенца мужского, женского пола, дни очищения закончились, обязана принести жертву за грех. В чем же грех? Оказывается, грех в том, что дети рождаются мертвыми, мертвыми духовно. И мы можем сказать, так может быть, это несправедливо в чем-то, но Слово Божие нам говорит, Римлянам 5 глава 12 стих, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков». 1 Коринфянам 15, 22 говорит, «Как водами все умирают, так во Христе все оживут». То есть в Адаме все умирают, и мы должны понимать, что наше потомство, которое рождается на эту землю, оно рождается в Адаме. Мы можем сказать, Господи, так это несправедливо. Адам и Ева когда-то согрешили, и мы родились мертвыми духовно. Почему это так может быть? Но вы знаете, я родился в 46 году, это было сразу после войны, и мои сверстники были рождены в тех семьях, у которых были инвалиды. Отцы приходили с войны без руки, без ноги. Иногда женщины были тоже инвалидами, у матери нет руки, у отца нет ноги, нет глаза. Но у них рождались дети, и дети рождались ногами, с руками здоровыми. И мы скажем, ну это справедливо, это так должно. Но почему мы считаем несправедливым то, что от мертвого духовно рождается мертвый духовно? Это так и есть. И вот на этом примере Иисус Христос показывает нам всем, что несмотря на то, что это был израильтянин, Никодим, что он был благочестивый человек, что он служил Богу, он знал заповеди Божии, и как он понимал, так и служил. Но когда он встретился с Иисусом Христом, он не увидел в нем Господа, он не увидел в нем своего Спасителя, он признал его не выше, чем за Учителя, пришедшего от Бога. И поэтому мы должны понимать, что перед Иисусом Христом стоял благочестивый человек, но благочестивый мертвец в очах нашего Господа, которому Господь говорит, истинно, истинно говорю тебе, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Потому что мы должны знать то, как думает о Боге, о человеке Бог, а не так, как мы о нем думаем. Мы думаем, что вот этот человек хороший, он благочестивый, его поступки хорошие. Но поймите, наши поступки вне Иисуса Христа, они ничего не имеют доброго. Потому что Слово Божие говорит, вы знаете как, когда первый мир был истреблен потопом, и когда потоп закончился, и Ной вышел из Ковчега, и он принес жертву от чистых животных, и после этого, когда, написано, Господь обонял приятное благоухание от этой жертвы, он сказал, что нет, больше я этого делать не буду, я не буду больше истреблять род человеческий. 8 глава Бытие, 21 стих говорит, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его. То есть, ничего невозможно сделать с этим человеком, но есть условия, которые может из этого падшего человека сделать совершенно новым, пригодным для Царствия Божия. Михей в 7 главе говорит так, 4 стих, «Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди». Поймите, это характеристика роду человеческому, данная самим Богом. Поэтому любой человек, который пришел на эту землю, который родился от женщины, он родился духовно мертвым. И поэтому нам всем, родившимся в христианских семьях, всем, знающим Слово Божие, изучающим Его, но не принявшим Иисуса Христа, нам нужно родиться свыше. В день грехопадения Бог привел человека к исповеданию. И Адам своими устами исповедал свой грех, и он сказал, да, он назвал вещи своими именами, он сказал, да, я ел от того дерева, от которого ты запретил мне. Когда Бог спрашивает Еву, что ты это сделала? Она говорит, змей обольстил меня, и я ела. Но поймите, что произошло в тот момент, когда человек впал в грехопадение. Произошло поражение, и произошло поражение в духе. И поэтому человек стал прятаться от Бога, потому что только в духе нашем мы имеем общение с духовным миром, только в духе нашем мы имеем общение с нашим Богом. И поэтому для нас это очень важно. И когда человек начал прятаться от Бога, потому что потеряна, прервана связь с начальником жизни, Бог берет инициативу на себя. И Он берет на себя то, чтобы привести человека к исповеданию, потому что это Божье условие. Написано в первом послании Иоанна, в первой главе, написано так, что если говорим, что не имеем греха, то истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот это исповедание греха первым человеком, оно вело к тому, что человек был прощен за этот грех. И я верю, что первому человеку, Адаму, была открыта тайна его искупления, тайна его исправления, тайна его возрождения. Это семя жены поразит змея в голову. И мы все прекрасно знаем, что семя жены – это тот Иисус Христос, который от Адама пришел через четыре тысячи лет и на Голгофе совершил мое и твое спасение. И это его заслуга. Потому что не мы берем инициативу в нашем рождении свыше на себя, но Бог, богатый милостью, Он возлюбил нас. И Он, восхотев, Иаков пишет, возродил нас словом истины. Это Божья инициатива, и Бог ведет каждого человека к покаянию. И вот мы читаем Евангелие от Иоанна, первая глава, читаем с девятого стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, а свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Итак, братья и сестры, условия для того, чтобы быть названным Детем Божиим, есть одно единственное – принять Иисуса Христа своим личным спасителем. Братья и сестры, вы верите, что тот человек, который назвал Иисуса своим Господом, является Детем Божиим? Верите или нет? Скажите «Аминь». Слава нашему Господу! И это на самом деле есть, потому что тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Поэтому первое условие, которое для нас существует в нашем рождении свыше, это признать Иисуса Христа своим Господом и своим личным спасителем. Итак, мы понимаем, что принявший Иисуса Христа назван Детем Божиим. И Иисус Христос является Спасителем нашим, является источником нашего спасения. И в этой же главе, когда Иоанн видит в первой главе Евангелия Теана, 29 стих, когда Иоанн видит идущего к Нему Иисуса и говорит «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Апостол Петр говорит, что этот агнец Божий уготован еще прежде создания мира. Вы представьте себе эту величайшую премудрость Божию. Он был уготован прежде создания мира. Нас с вами еще не было. Но Он был уже уготован для моего и для вашего спасения. Для моего и для вашего возрождения. Итак, дорогие друзья, здесь написано «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Мы часто повторяем то, что произошло с Авраамом. Да, Авраам имел веру, когда Бог его вызвал, говорит «Выйди из семейства твоего, из родства твоего, и иди в землю, в которую я укажу тебя, и я благословлю тебя, и произведу от тебя великий народ, и благословятся в семени твоем все племена земные». И вы знаете, в этом слове «Благословятся в семени твоем все племена земные» Бог указывал на Иисуса Христа, в котором и иудеи, и мы с вами получили спасение, получили благословение в Иисусе Христе. И вот Бог через время обновляет этот завет об Иисусе Христе. И это 15 глава, когда Бог привел Авраама и показывает ему звезды небесные, показывает ему песок морской, и говорит «Такое будет у тебя потомство». И написано, это Бытие 15, 6, «Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность». То есть вера наша вменяется нам в праведность. Это первое условие, но это условие Божье. Псалом 31, 1-2 стих. «Блажен, кому отпущены беззакония и грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Но, братья и сестры, это писал Давид, это писал муж Божий, пророк Божий, помазанник Божий, и он говорил «Блажен, кому отпущены грехи, блажен, кому беззакония покрыты. Но скажите, для рода человеческого есть ли источник нашего спасения, есть ли источник нашего избавления от наших грехов, кроме Иисуса Христа?» Нет. Апостол Петр, когда стоял перед Синедрионом, когда ему запрещали, и братьям запрещали проповедовать об имени Иисуса Христа, он сказал такие слова, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». То есть, ни одней Адама, ни одней Авраама, ни сегодня нет другого имени под небом. Во Вселенной нет другого имени, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. И это великая истина. Притча 18 глава написана так. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух кто подкрепит?» Пораженный дух, кто подкрепит? Дух человека переносит немощи. И еще Бог, наше спасение, начинает с возрождения нашего духа. И мы скажем, а неужели мы, будучи рожденными в христианских семьях, будучи, можно так сказать, наследственными верующими, рождаемся с мертвым духом? Братья и сестры, если Бог сказал, Иисус Христос сказал это Никодиму, Никодиму, высшему из учителей, Он говорит это и нам. Хорошо, это очень хорошо. Мы набираем много налей, когда мы рождаемся в христианских семьях, когда мы научены Слову Божию, когда мы отделены от этого мира, и действительно, рождение в христианских семьях. Рождение тогда, когда у нас родители верующие, оно освящает рожденных в этих семьях детей. Но поймите, есть одно какое-то условие. Я смотрю часто, молодые люди, подростки, сидят вокруг зала, и во время служения разговаривают. А почему? Им это неинтересно, что здесь происходит. А почему? Мертвый дух, невозрожденный дух, это естественное состояние. И мы должны их наказывать не за то, что они там сидят. Мы должны их привести к Богу и сказать, Дитё моё, ты имеешь благословение, что ты родилась в христианской семье, что ты с детства приучена преклонять колени и молиться, но тебе должно родиться свыше. Тебе должно увидеть Иисуса Христа как своего личного спасителя. Если произойдет это с тобою, тебе станут интересны проповеди, тебе станет интересно христианское пение. Ты будешь сердцем льнуть к Господу, но если этого не произойдет, ты будешь мертвый, благочестивый мертвец. Это будет так, потому что не может человек верующий родить возрожденного человека. Это невозможно. Мы рождаемся в Адаме, и как в Адаме все умерли, то и мы все рождаемся на эту землю мертвыми. И возрождается наш дух. И тут стоит вопрос, хорошо, а люди неверующие или люди, рожденные в христианских семьях, что они не имеют духа? Имеют дух. Имеют дух, но дух пораженный. Дух пораженный грехом еще в Адаме, и поэтому он должен быть возрожден, этот дух. И вы знаете, есть один такой пример, который я понял еще, когда учился в институте, и когда мы проходили кафедру акушерства и гинекологии, мы должны были участвовать в родах. И вот преподаватель говорил, нам объяснял это так, когда рождается маленький ребенок, у него есть легкие в грудной клетке, но эта грудная клетка не заполнена этими легкими. А у нас стоит вопрос, а почему, как это легкие есть, и они не заполнены? И он говорит так, поймите, что ребенок, находясь в утробе, он находится в околоплодных водах. Женщины это прекрасно знают, лучше, чем мужчины. И вот прежде, чем рождается ребенок, отходят эти воды. И если бы легкие были расправлены, то это дитё могло бы захлебнуться этими водами. Но Бог предусмотрел так, что это дитё, находясь в водах этих, оно защищено этими же легкими, которые сжаты в комочки, и которые находятся там, и они могут раскрыться только тогда, когда ребенок выходит на свет, когда он родился, когда ему перерезали пуповину, но организм как работал, так и работает. Но он переходит сразу же на автономное жизнеобеспечение. Он уже независим от жизни матери. Его легкие должны начать работать. И там происходит один процесс удивительный. Наш организм постоянно вырабатывает углекислый газ. И вот этот углекислый газ, он является сильнейшим стимулятором нашего дыхания. Если вы хотите, вы попробуйте, сделайте сами над собой такой эксперимент. Заставьте себя не дышать. Подставьте перед собой секундомер и попробуйте. Вы можете продержаться, может, 60 секунд. Хорошо тренированные люди могут продержаться 2-3 минуты. Есть такие, что до 5 минут могут, ныряя в воду, доставать там жемчуг и не дышать. Но дальше вы не сможете ничего с собой сделать. Даже если вы рукою закроете свой нос и рот закроете, как только кровь насытится углекислым газом, вы обязательно бросите все и начнете глубоко дышать. Бог устроил этот механизм. И вот, когда рождается ребенок, он начинает дышать. Но для того, чтобы он начал дышать нормально, для того, чтобы легкие расправились и заполнили всю грудную клетку, он должен закричать. И вы знаете, когда ребенок, родившийся, закричит, мама рада, все рады, ребенок родился в этот мир. Он подал голос. Когда-то мы разбирали этот вопрос и там еще на Украине у нас постоянно был разбор слова, это было вечернее служение у нас. И мы разбирали эту тему о рождении свыше. И я задавал вопрос церкви. Говорю, как вы думаете, какой признак того, что человек действительно родился свыше? И одна сестра, она работала медсестрой, знакома с медициной, и говорит, я понимаю так, что если ребенок родился, он обязательно подал голос. Если человек родился свыше, он обязательно подал голос и призвал Иисуса Христа в свою жизнь. Это является первым признаком рождения свыше. И вот на прошлой неделе один брат меня спрашивает, Александр Григорьевич, а может ли человек принимать крещение не погружением, а окроплением? А я говорю, а почему у тебя возникает такой вопрос? У нас не принято окроплением крестить человека. У нас принято так, как делал Иоанн Креститель. Он крестил там, где было много воды, и крещение мы называем это погружение. И поэтому мы крестим погружением. Говорит, а как же в Иезекииле, в 36 главе написано, окроплю вас водою чистой. Я говорю, брат, это совсем не к тому написано, что мы должны крестить окроплением. Смотрите, как здесь написано. 36 глава Иезекииля, 24 стиха. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои соблюдать будете и выполнять. Итак, дорогие друзья, вот это окропление, это не наше действие, это Божье действие, когда Дух Святой воздействует на сердце грешника. И когда у него из глаз текут слезы, это Бог тебя окропляет водою чистую, это слезы покаяния, это то, что иногда богословы называют, что первое крещение человек получает в своих собственных слезах, когда он видит себя тем, кем он ест на самом деле, и когда он оплакивает свою прошлую жизнь, оплакивает свои грехи. Вы вспомните Марию, из которой Христос и знал всем бесов, когда она пришла в дом фарисея, и когда она слезами своими омывала ноги Иисуса Христа и волосами отирала их, то фарисей осуждал Иисуса Христа, но это ее Бог окропил водою чистую. Это были слезы покаяния, это были слезы того, что она оставляет свою старую, греховную жизнь и начинает новую. И с чего начинает Бог наше освящение, с чего Бог начинает наше возрождение. Смотрите, 26 стих, 25 даже, это одна часть Божья, вторая часть наша. Говорит, «Окроплю вас водою чистую, и вы очиститесь от всех идолов, от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». То есть, первая часть, Бог дает слезы покаяния, и вторая часть, мы очищаем нашу жизнь, мы прилагаем усилия к тому, чтобы не было больше повторения того, что было греховного в нашей жизни. И дальше, «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». То есть, не пораженный дух, а тот дух, которым вы сможете общаться со мною, и который станет вмещилищем моего духа. Потому что следующий, 27 стих, говорит, «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать, и выполнять». То есть, смотрите, идет возрождение пораженного духа, и идет вселение духа Божьего в сердца наши. Это Божье условие. И вы знаете, когда это происходит, то написано, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои соблюдать и выполнять будете. И вот этой же 36 главы, 31 стих, «Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши». Братья и сестры, этот Дух Святой производит в наших сердцах, «Когда мы видим, что та жизнь, которая была прошлая, она не угодна не только Богу, но мы сами имеем отвращение к ней. Это есть настоящее, истинное рождение свыше». И 36 стих говорит так, «И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое, я, Господь, сказал и сделал». То есть, Господь вновь созидает разрушенное. А что разрушенное? То, что водами было разрушено, Бог созидает сегодня в нас. Вот это есть рождение свыше. И это то, что Бог предназначил для нас. Итак, дорогие друзья, есть некоторые условия, которые мы, может быть, не видим в нашем возрождении. Но Иисус Христос, беседуя с Никодимом, сказал ему о некоторых вещах, о которых вообще Ветхий Завет не говорит ничего. Он говорит, «Истинно говорю тебе, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Не может увидеть Царствие Божие. Друзья, на пульте, если вы можете, поставьте две строчки, где написано «Увидеть Царствие Божие» и «Войти в Царствие Божие». Братья и сестры, посмотрите. Значит, одно условие. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. А кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Скажите так, положа руку на сердце. Вы видите разницу между тем, что увидеть, и между тем, чтобы войти в Царствие Божие. Наверное, разница есть. Вы знаете, когда мы разбирали это место Священного Писания, для меня это была загадка. А что значит увидеть, а что значит войти? А разве можно увидеть и не войти? И у меня был такой случай. Мне предстояла командировка в Днепропетровск, жили мы в Запорожье, и мне в пятницу нужно было быть в Днепропетровске по работе. И вот я хотел еще вернуться домой вовремя. И нужно было еще в Днепродзержинск мне поехать и взять документы, потому что одни родственники уже уезжали в Америку, а мои родители хотели тоже ехать. И те документы, которые нужно было представить в посольство на собеседование, я должен был взять и привезти. Ну, я приехал, 8 часов закончил работу, приехал домой, поужинал, думаю, как же я спланирую завтрашний день. И я думаю, я поеду сегодня, я поеду, у меня родственников много в Днепродзержинске, я там переночую, утром возьму эти документы, поеду в Днепропетровск, там сделаю то дело и вернусь домой. И что вы думаете? Я поехал, приехал в полдвенадцатого в Днепродзержинск, и моей маме сестра живет самая первая от дороги, и думаю, заеду к ним. Ну, полдвенадцатого, еще не так поздно. Подъехал, форточка открыта, это было лето, июль месяц, хорошая погода, и они слушают радио, проповедуют, Яр Николаевич Пести, хорошая проповедь такая, они слушают, калитка закрыта, я постучал, закрыто, ну, что я сделаю? Ну, через забор неудобно лезть. Думаю, ладно, у меня брат есть тут еще полчаса ехать от этого места, я в него переночую, и все равно мне ехать на левый берег через Днепр, и там мои родственники живут с документами. Я в него переночую, поеду туда. И что вы думаете? Я приезжаю, ворота открыты, я во двор посмотрел, машины нету, значит, и брата нету дома. Ну, опять я увидел, второй раз, но я не вошел, потому что думаю, ну, его жена с детьми там спит, не буду уже пол первого ночи, их беспокоить, поеду я прямо туда, где мне надо. Переехал я через Днепр, на левый берег туда, час ночи, позвонил два раза, никто не открывает. Ну, думаю, ладно. Разложил сиденье, до утра переночевал, утром взял документы, поехал в Днепропетровск, и потом для меня дошло только. Я увидел трижды, но я ни один раз не вошел, братья и сестры, но мы должны увидеть Царствие Божие, или войти в Него. Когда мы молимся с вами, Отче наш, то Господь научил нас. И говорит, в этих словах, когда мы молимся, мы молимся, Отче наш, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое. Скажите, а Царствие Твое, о котором Бог говорил, Он говорил нам о том, что будет когда-то, или может быть о том, что мы должны обладать им сейчас, здесь, на этой земле. Братья и сестры, хорошо, когда оно будет там, но лучше, когда оно на земле. Сам Иисус Христос сказал, что Царство Божие внутрь вас есть. Апостол Павел сказал, Царство Божие – это не пища и питье, но это праведность, мир и радость во Святом Духе. Итак, дорогие друзья, мы можем увидеть Царствие Божие, когда мы каемся, но есть те условия, которые Бог поставил, и эти условия мы должны выполнить, потому что мы понимаем прекрасно, что Царство Божие, оно должно быть обладаемо нами здесь, на этой земле, и мы его достигать должны, потому что сам Господь сказал, Царство Божие усилием берется, и прилагающие усилия восхищает его. Но какие это условия? Дальше мы читаем в той же третьей главе Евангелия от Иоанна такие прекрасные слова, которые сказал сам Господь Иисус Никодиму, и Он говорит в пятом стихе, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Наверное, это уже поближе к тому, что мы ищем. «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Итак, дорогие друзья, на то, чтобы родиться от воды, есть много учений. И одно из учений, что родиться от воды, это родиться от Слова Божия. Да, действительно. И я, когда учился на трехгодичных библейских курсах, я тоже это изучал, и тоже мне преподавали, что войти, что родиться от воды и духа, от воды, это значит от Слова Божия. Я стал рассуждать. Да, действительно, пусть мы понимаем, что Слово Божие, это действительно та вода, которую мы будем пить, и которую мы не будем жаждать вовек, если мы будем действительно пить эту воду. Если мы будем пить учения Иисуса Христа, мы не будем жаждать вовек. Вы помните, что Господь говорил в Самарянке. Но есть те условия, которые Бог предназначил для Церкви. И вот смотрите, когда крестил Иоанн Креститель, он говорил, «Я крещу вас в воде в покаянии, но, идущий за Мною сильнее Меня, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». То есть, преподавая крещение тем людям, которые каялись и которые приходили к Нему, он крестил их водою, указывая на Иисуса Христа, но об Иисусе Христе он говорил, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. То есть, у Бога есть те условия, которые Он поставил для того, чтобы они были выполнены нами, для того, чтобы мы были рождены свыше. Конечно, время очень быстро уходит. И еще мне, конечно, немножко надо сказать о том, что я эту тему о рождении свыше просмотрел во всех христианских течениях. В других религиозных течениях этого мира вообще нет никакого упоминания, нет никакого понятия о том, что вообще оно возможно. Только христианские течения, они говорят о рождении свыше. Но каждое христианское течение говорит о своем. И православные, и лютеране, они говорят, что возрождающим действием является водное крещение. То есть, вода обладает возрождающим действием. Ну, конечно, времени мне не хватит о том, чтобы говорить об этом, но давайте мы посмотрим на тот пример, который описан на страницах Священного Писания. Вспомните день Пятидесятницы, когда люди после проповеди апостола Петра, которая была сказана в силе Духа Святого, пришли и сказали, мужи, братья, что нам делать? И апостол Петр говорит такие прекрасные слова, что покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. То есть, первое условие – это покаяние, второе условие – крещение, и третье условие – это получение дара Святого Духа. Дальше, что делал Филипп, когда он был в Самарии? Он проповедовал Иисуса Христа, распятого и воскресшего, и вновь грядущего. И люди покаялись, люди приняли Иисуса Христа, и написано, радость великая была в городе Том. И что сделал с этими людьми покаявшимся? Он крестил их водою. И когда апостолы услышали, что самаряне приняли Слово Божие, а Дух Святой еще не сходил ни на одного из них, то послали Петра и Иоанна, и они возложили руки на этих людей, принявших Иисуса Христа, крещенных водою, и они получили Духа Святого. Вспомните, когда апостол Павел был в Ефесе, и он нашел там учеников, и он увидел, что с ними что-то не все в порядке. И он спрашивает их об одном условии – приняли ли вы Духа Святого, уверовавшие? Они говорят – мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Он говорит – а кого же вы крестились? Говорит – мы крестились Иоанном крещением. И он крестил их водным крещением, и возложил на них руки, и они были крещены Духом Святым. То есть три условия принятия Иисуса Христа – водное крещение и крещение Духом Святым. Вы посмотрите, что было в доме Корнилия. Был благочестивый человек, который был римским гражданином. Он был офицером римской армии. Говорят, он был минимум в чине капитана. И вот этот человек был благочестивый, празелит. И он знал Слово Божие, и Слово Божие о нем говорит, что он был человек праведный, благочестивый, творящий много милостыни. И вот этот человек искал лица Господа. Он был в посте, и в третий день его поста явился ему ангел и сказал, что Корнилий, молитвы твои и милосты твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и дом твой. Братья и сестры, этим отрывком Священного Писания мы еще раз подчеркиваем то, что наше благочестие и наша праведная жизнь, наша добродетельная жизнь, она будет вне спасения, если мы не знаем источник нашего спасения Иисуса Христа. И когда Он призвал Иисуса, когда Он призвал Петра в свой дом, и когда Петр начал говорить ему об Иисусе Христе, о прощении грехов, о воскресении Его из мертвых, они умилили сердцем, они приняли сердцем Иисуса Христа, что это действительно наш Господь и наш Спаситель. И когда это изменение в их сердцах произошло, Дух Святой сошел на них, и Петр, и те, которые были с ним, увидели, что Дух Святой сошел на них, и они говорили иными языками, и славили Господа. Он сказал, кто запретит креститься водою тем, которые, как и мы, получили Духа Святого в начале, то есть в день Пятидесятницы. А это событие, которое произошло в доме Корнилия, оно было ровно через 10 лет после Дня Пятидесятницы. И вы посмотрите, три условия, на которых Бог созидает наш вход в Царствие Божие, это покаяние, принятие Иисуса Христа своим личным спасителем, это водное крещение, это крещение Духом Святым. Итак, дорогие братья и сестры, конечно, еще есть слово, которое, оно не высказано, но, тем не менее, основное сказано. И я попрошу еще, пожалуйста, покажите, там есть у нас одна схема, которая касается нашего рождения свыше, и у меня просто не хватает времени для того, чтобы аргументировать то, что есть на этой таблице, но мы верим в то, что если человек верою принял того, кто является агнцем Божиим, уготованным прежде создания мира, то его Дух возрожден. Тут вопрос, вошел ли он в Царство Божие или нет, он не наш вопрос, это между ним и нашим Богом. Но я верю в то, что Адам, Адам, который поверил в искупительную жертву, агнца Божия, семени жены, он был возрожден за 4 тысячи лет до Голгосской смерти. Дальше, Авраам, с которым Бог заключил завет об Иисусе Христе, за 2 тысячи лет до этого он был возрожден, его дух был возрожден через Иисуса Христа за 2 тысячи лет до этого. Правнук Авраама, Иов, он мог сказать, а я знаю, искупитель мой жив, и он при жизни моей восставит это тело. Он был возрожден. Давид, с которым Бог вступил в завет об Иисусе Христе, заключил завет, он мог сказать эти слова прекрасные, которые он говорил, верни мне радость спасения моего, и духа твоего не отними от меня. То есть, ветхозаветные мужи, они спасались верою в грядущего Иисуса Христа. Новозаветные, там, где написано «мы», мы принимаем веру, и то, что случилось две тысячи лет назад, и мы получаем возрождение в Иисусе Христе, но о нас Бог предусмотрел нечто лучшее, чем о них, потому что мы сегодня, имея эти три основания, которые даны нам для церкви, для каждого из нас принять Иисуса Христа, принять водное крещение и принять Духа Святого, мы имеем возможность войти в Царствие Божие. И поэтому, друзья, дорогие, я буду заканчивать это слово. И у меня такая просьба, если кто-то из нас, особенно из молодых людей, почувствовал, что ваше сердце еще не раскрыто для Господа, что вы еще не рождены свыше, что вы хотите покаяться и принять Иисуса Христа в свое сердце, это время для вас, и в конце служения вы можете выйти наперед и совершить ваше покаяние, вы можете призвать Иисуса Христа в свою жизнь, а нашему Господу за все, да будет вечная слава Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь. Будем молиться, Господи. Аминь. 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 Сердечно благодарность перед собой, Младыху, оклоняюсь и выспаси и радуюсь о великой любви Твоей и милостей к нам. Ибо мы, Боги, были мертвы по преступлениям нашего и греха в раше. Да, Господь, Мы были мертвы, но ты оживотворил нас благодатью твоей, Господь, силой слова твоего. Ты, Господь, ты, Господь, алинуя, 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 слово твоих святых. Ты оживотворил, Господь, слово твоих святых. kilometres то не простилась, но что вы, да, все, и же. Ты, Господь, алинуя, 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 алинуя,エши hab Heritage Laogadne. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы веровали в Него И мы имеем жизнь вечную И мы знаем, что имена наши записаны В книгу жизни, Господи Иисус, мы благодарны Тебе За то, что Ты оставил славу небес И пришел на нашу греховную землю Ради нашего искупления Но Ты пришел для того, чтобы создать Церковь Твою И врата ада не одолеют ее Господи, Боже мой И мы желаем каждый входить в Твое общение В общение с Тобой, в Царство Твое Исключительно на Твоих условиях, Господи И мы желаем, чтобы наша жизнь Была полностью очищена, Господи Чтобы не было места греха В нашей жизни, Господи, Боже мой Но чтобы, Господи, мы искали Тебя Правды Твоей и святости Твоей, Господи, Боже мой Чтобы мы искали нового города Который Ты приготовил для любящих его, Господи Благослови Церковь, благослови Твое наследие Даруй единству в народе нашем, Господи Даруй познавать Тебя больше и больше, Господи И даруй Тебя путем освящения Благослови, Господи, наследие Твое Благослови наши дома и наши семьи, Господи Даруй, Господи, мир в сердцах наших, Господи И молим Тебя, прилагай спасаемых к церкви Прибудь с нами и за все Твои милости Будь прославлен, Отец, Сын и Дух Святой Аминь Отче наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Да прийдет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хлеб наш насушный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не введи нас во искушение Но избави нас от глукавого Ибо Твое есть царство И сила, и слава Во веки Аминь Братья и сестры Благодарность Господу Благодарность Господу Дорогие Слово могущее Спасти наши души Сегодня Господь дал нам И через Дениса И через брата Анатолия И через Александра Григорьевича Благодарность Господу Будем хранить Божье Слово В добром и чистом сердце И это не просто, что на этом все закончилось Благодать Господня И Слово Божие посеяно на добрую почву Оно будет совершать свою работу в нашей жизни Слава Богу Господь с нами И мы в нашем Господе И да поможет нам Господь Закрыть все плохие слова Где-то там в далеких-далеких тайниках Пусть они будут совершены Сожжены огнем Как сегодня и было прочитано Слово Божие Радоваться в том, что грехи наши Наш добрый Спаситель взял на себя Слава Богу И Он открыл нам путь к спасению Он примирил нас с Богом Отцем Через Него Через Его Святое Слово Через Его Жертву Мы получаем рождение свыше Слава Богу Слава Богу А те, которые приняли Его Которые уверовали в Него И приняли Его Дал власть называться Быть детьми Божьими Слава Богу Слава Богу Я очень благодарен Господу Конечно, время просто очень бежит Братья Благослови вас Господь Готовьте дальше проповеди Готовьте дальше проповеди Колледж Благослови вас Господь Мы сегодня немножко вас обидели Но студенты способны прощать Правда? У них было больше программы Но хотелось и Слово Божие И программу Поэтому усовершенствуйте вашу программу И мы дадим для вас место Благослови вас Господь Благослови вас Господь А кого коснулось Божье Слово Братья и сестры Кто желает покаяться Кто желает вступить в завет С Господом Вы можете выйти И засвидетельствовать И мы за вас Помолимся Господу Бог Да благословить вас Как тебя зовут? Меня зовут Анастасия Я хочу покаяться Принять крещение Да благословить тебя Господь Анастасия Да благословить тебя Господь Ты уже покаялась И благодать Господня Коснулась тебя И твои слезы И твое сокрушение И твое свидетельство Принимает небо Да благослови тебя Господь Пожалуйста молодежь Что вы хотите сказать Да благословить вас Господь Братья и сестры Это наша радость Это сила Голгофы Голгофских страданий Нашего Спасителя Дети Да благословить вас Господь Мы помолимся за эти души И я вас просил И мы стоим тоже на такую молитвенную стражу Как церковь Господня За все те души Которые уже вышли на покаяние Которые уже посвятили свою жизнь Для Господа И готовятся к крещению Конечно они подвергаются Искушениям дьявола Но молитвы церкви Молитва народа Божьего Она ограждает их Поэтому мы помолимся И за эти молодые души Пожалуйста Давайте мы встанем на молитву Дайте микрофон Склоните колено Дети Молимся народ Божий Мы благодарим тебя Наш святый И всемогущий Бог Ты с нами Ты не гнушайся нас Господи Будь благословен Будь благословен Господь Боже мой Мы благодарим тебя за эти души Благодарим тебя за их Господи Веру в тебя За их посвященность Тебе Благослови 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 Аминь. Валерий Дмитриевич, соверши молитву. Господь, сегодняшнее слово, оно действительно живое. Прекрасен ты, Господь. Апостол Павел сказал, что приходящий к Богу должен веровать, что он есть. И ищущим его воздает. Ну, простота у тебя, Господь. И пришли дети, и твое творение, это твое творение. Мы за них молились, Господи, когда они рождались, когда они пришли сюда. Когда их родители, Господи, приносили на руках младенцами. А ныне они осознали, что ты есть живой Бог. И приходящий к Богу должен веровать. И они веруют, что ты живой Бог, хрестящий Духом Святым. И имеющий живую кровь Иисуса. Живая кровь даже во творитель. Господи, благослови их разум, уста, сердце, дух и душу. Да это дети царственного священства Твоего. Влеки их, Господь, и дай им действительно от Тебя, от полноты Твоей, от Божества Твоего. Да будет это прекрасное наследие. И судьбы их, да будут благословенные, во имя Твое. Родители их дорадуются. О том, что они действительно рождаются для Тебя, для Царства Божьего. И мы, как родители, рождаем детей для Тебя, мой Бог. Для Царства Твоего, а не для Ада, Отец. Отец, аллилуйя. Отец, зри на родителей, мой Бог, и на их молитвы. Как фимиам, прими, Господи, нашу молитву и дей сих. Да будет это все во славу и во спасение наших Дух. Великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Друзья, таков наш Бог. Так созидается Церковь. Так созидается народ Божий для Царства Божьего. Словом Божиим, Духом Святым, и нашей верой в Его обетование. И да поможет нам Господь, друзья. Что касается наших служений, сегодня наши пастырские братья, пастыря групп на 4 часа, пожалуйста. Молитва за Израиль на 4 часа у нас. Молдавская группа на 5 часов будет иметь свое служение в Южном Зале. И вечернее богослужение на 6 часов вечера будет вести миссионерский отдел. И мы, проявляя усердие, братья и сестры, идем в дом молитвы, дабы укрепиться благодатью Божией, Словом Божиим, поддерживая друг друга. Да благословит нас Господь, это то, что касается сегодняшнего дня. Предстоящая наша неделя, друзья, сегодня последнее воскресенье января месяца уже в 13-м году. Следующее воскресенье, это уже будет февраль, и мы готовимся к причастию, к воспоминанию смерти нашего Спасителя. Поэтому наши дни мы посвящаем воспоминанию о смерти нашего Господа. Мы посвящаем эти дни особой святости. Написано, Иоанн свидетельствует, что я был в Духе в день воскресный. А народ Божий в таком славянской церкви пребывает в Духе целую неделю. Я был в Духе. Иоанн говорил, я слышал, да явится слава Господня над всеми теми, кто будет помнить эти слова и пребывать в Духе. Конечно, если будем пребывать в суете, если будем вдали от Господа, от Писания, от молитв, в Духе мы никогда не будем. Никогда не будем. Надо заставить себя, братья и сестры, надо заставить себя, молодежь, дни, посвященные воспоминанию смерти нашего Господа. И я посвящаю себя чтению Божьего Слова, особой молитве, беседе, рассуждении, и вы увидите, насколько близок Господь, насколько могущественный Дух Святый в наших сердцах. Поэтому посвящаем эти дни для особого нашего, такой близости с Господом, пребывая в Духе. В четверг у нас общий церковный пост и молитвенное богослужение. Остальные дни у нас служение без изменений, без изменений, готовимся к воспоминаниям. Как уже мы говорили, друзья, в феврале месяце у нас в каждую среду, это будет 4 среды в феврале месяце, вечером на 7 часов у нас будут проходить семинары на семейную тему. Поэтому особо молодые семьи, особо молодые семьи, кто готовится к семейной жизни, пожалуйста, сделайте так, ваши скетчулы, настройте так, чтобы в среду, каждую среду, вы были на этих семинарах. А мы будем о них молиться, чтобы Господь благословил и устроил эти служения для славы Господней. Да поможет и благословит нас Господь. Братья и сестры, еще хочу об одном служении просить вас. Это служение тоже имеет особое значение в нашей жизни. Это наше материальное пожертвование для дома молитвы. Вы знаете, если взять эту глубокую седину, то для Скинии Бог также давал указание народу Божьему делать это. Когда Давид, а после Соломон, строил храм в Иерусалиме, в этом тоже был промысел Божий и повеление Господней. Когда восстанавливался храм, для всего этого также нужны были средства, чтобы восстановить его. Дело, наше материальное служение, это дело, это служение, требуемое для дома молитвы. В прошлом году мы очень хорошо потрудились и полная информация о нашей финансовой работе будет дана нам. Но у нас был дополнительный такой особый как бы план еще материального служения. И вы знаете, этот план, он был благословен Господом. И я всех братьев и сестер благодарю, кто участвовал в этом плане служения. Это паркинг и молодежный центр. И мы помимо десятин, помимо наших пожертвований, жертвовали, получали карточки. Ежемесячно мы от нашей сестры Юли получали информацию. И этот сбор составил у нас немало. Мы таким добровольным пожертвованием собрали 300 тысяч. Слава Богу! Таким добровольным пожертвованием мы собрали 300 тысяч. Братья и сестры, дело, что касается паркинга, документы наши, они находятся сейчас на рассмотрении городских властей. Надеемся, что скоро мы уже получили некоторые поправки, мы также уточняли все это. Надеемся, что мы скоро можем получить уже разрешение для того, чтобы нам паркинг наш приводить в порядок. Прошу вас во имя Господа. Это дело требуемое для дома молитвы. Требуемое для дома молитвы. Давайте мы, кто участвовал в этом уже служении, продолжим и в этом году, в 2013 году. Кто желает присоединиться к этому служению, Бог да благословит вас. Там, пожалуйста, в Вестибюле, на этой нашей такой вот стойке мы можем взять эти карточки с конвертами и тоже включиться в это особое служение, особого материального нашего плана для того, чтобы нам закончить дело с паркинг, по поводу паркина и начать все-таки строительство молодежного центра, то есть дополнительных еще квадратур для наших служений. Это нам необходимо. Братья и сестры, даже в Божьем слове есть написано, что это дело было требуемое для дома молитвы. Вы знаете, когда строилась Кинья, когда строился дом молитвы, там не только собирали на камни и на дерево, там собирали на золото, там собирали на серебро для украшения, там собирали для того, чтобы сделать хорошие ткани, там собирали для того, чтобы даже оплатить руки людей художественных, которые делали всю красоту. И все это дело было требуемое для дома молитвы. Пока мы за золото и серебро не говорим, но просим, чтобы нам все-таки, братья и сестры, это дело дома молитвы и это слово обращения к людям, которые рожденные свыше, понимают дело Господне. Прошу вас продолжить, братья и сестры, то служение, которое мы имели в 12-м году, я думаю, никто не пожалел об этом, и умножить число таких пожертвователей и в 2013-м году. Да поможет и благословить нас Господь в этом. Дорогие мои, у наших молодой семьи Дениса и Инны за Днепровских родился сын и пожалуйста мы поздравляем брата Сергея, сестру Наташу, семейство все Варварюк и прадедушку и бабушку с внуком Бог да благословит вас и детятку, и маму, и эту молодую семью. И у нас еще есть благодарственная такая записка, о которой прочитает наш брат Михаил Николаевич в своих нуждах. Наши сестры матери в молитвах, они посещали сестру Надю Тодерашко, сестру Свету на свящуг, у которой нога поломана, а сестра Надя Тодерашко после операции, посещали брата Анатолия, Мариян, они тоже после операции все эти наши братья и сестры передавали церкви привет и благодарили народ Божий за молитвы. А служение матери в молитвах просят и приглашают всех матерей во вторник на семь часов приходить на эту молитву. Дорогие мои, еще есть благодарственное письмо, когда-то у нас были брат Николай и сестра Женя Косюги, значит, они просили помощи для своей внучки и вот эта Наталья Шевчук прислала нам благодарственное письмо и благодарит церковь, что церковь поучаствовала. Мы тогда помогли им тысячу долларов для приобретения жилья и вот она свидетельствует и благодарит Господа и церковь, что помогли ей приобреть жилье и она уже имеет где жить. Да воздасть и благословить вам вас Господь, братья и сестры, за ваше усердие, а это все да будет для славы Божьей. Еще раз, друзья, буду просить вас молиться пред Господом о том, чтобы эпидемия гриппа как можно больше пошла от славян и от славы кришчин центра. Да сохранит нас Господь от этой эпидемии, от этой температуры и от этого всего. Да сохранит нас Господь. Мы об этом будем молиться Господу. А так как мы согласились молиться Господу за этих наших сестер, которые больны этой страшной болезнью, это Дина, это Леся, это Лиля, это Таня, мы будем за них молиться, Эмма, чтобы Господь явил милость свою и исцелил их. Мы также помолимся и за наших больных сестер и братьев, да явит Господь им милость свою за больных деток. Дорогие мои, проявляем усердие в служении Господу и да благословит нас Господь. А если у вас еще есть нужный приветы, пожалуйста, вы можете передать. слава Богу, милость Господня для вами, Людмила Михайловна, а мы будем молиться за вас. Филиппи Тимошко, помолимся, помолимся, помолимся за внуков, помолимся нашему сыну Стену. Вчера был день рождения и я прошу церковь помолиться за Стена, помолиться за всю мою семью, чтобы Бог нас благословил и хранил в крепкой своей руке. Пожалуйста, Николай Николаевич. Но перед тем, как мы будем молиться, братья и сестры, я хочу напомнить нам Слово Божие. Помните, такое место написано, просите и данно будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Вы знаете, мы всегда приходим к кому? К Иисусу Христу. Написано, все, чего вы попросите у Отца, во имя Мое, то получите. Поэтому все эти нужды, которые я прочитаю, мы верим, что мы получим от самого Господа нашего Иисуса Христа и от руки Божьей. Все эти благословения, которые придут на нашу жизнь. Но сейчас я читаю записку благодарственную. Братья и сестры, благодарите вместе с нами Господа за явленные милости при рождении нашей дочери. Слава Богу! Мама уже идет на поправку, а дочка чувствует себя очень хорошо, с уважением, семья, владыки. Пусть вас Бог благословит и даст благословение. Дорогая церковь, прошу поблагодарить Господа за услышанную молицию, что Бог дал мне выздоровление. Я могу быть в собрании, а также за помощь в сдаче на гражданство с благодарностью Александра Светлана Сатир. Также благодарите вместе с нами, они пишут. Мы поблагодарим Бога, Бог отвечает и помогает нам. Дорогая церковь, у нас сердечная благодарность Богу за исцеление нашей дочери Каролины. Целую неделю у нее была сильная усталость и тошнота, но Бог силит и послал ей исцеление быстрое и своевременно. Сейчас наша доченька полностью здорова. Слава Богу, семья Слободянек. Слава Богу, друзья. Дорогие братья и сестры, мы за все очень благодарны Господу. Но у нас сильная нужда, чтобы Господь помиловал нашу дочь Розу и дал ей свою помощь, чтобы она служила Господу всю жизнь. Благодарим родителей. Помолимся мы за это также, друзья. Дорогая церковь Божья, помолитесь, пожалуйста, за меня Господу. У меня в четверг операция, чтобы Господь помог и благословил руки врачей. сестра Дина, пусть Бог поможет вам и даст исцеление через врачей и также Господь может дать и свое исцеление, чтобы все было благополучно. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, за семью моего сына, чтобы Господь исцелил его от гриппа. Заранее благодарим сестра Нина, помолимся, чтобы эта инфекция ушла, как мы слышали сегодня, не только от славян, но вообще с нашей территории куда-нибудь в пучину морскую и даже пускай эти рыбки плавают, чтобы они тоже никакого гриппа не было, чтобы мы их кушали. Пускай Господь уберет эту инфекцию вообще во имя Иисуса Христа. Дорогая церковь, просим, помолитесь, пожалуйста, Господу о наших детях, дабы Бог их всех помиловал, дабы у них открылись глаза сердечные, чтобы они все возвратились к Богу и были спасены их души. А нам пришла радость родителей. Это самое прекрасное, чтобы пришла радость, то есть спасение в дом. Слава Богу, будем молиться и эта радость обязательно придет в ваш дом. Дорогие братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, за нашу семью, за детей, чтобы Бог дал силы покаяться и ходить в собрание и мужу найти работу. Благодарю за молитву. Помолимся, чтобы Бог дал и работу, и чтобы дети служили Господу. Дорогая церковь, братья и сестры, очень прошу всех вас, помолитесь нашему Господу за меня, ибо у меня завтра рано будет операция на глаза, дабы Господь сам все устроил. Благодарю Господа и вас, сестра в Господе. Будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Все будет хорошо с вашими глазами, мы помолимся за вас. Братья и сестры, помолитесь за моих внуков. Они заболели желудочной инфекцией. Мы верим в силу молитвы народа Божьего. Заранее благодарим. Благодарю Господа и вас, бабушка. Помолимся, чтобы всякая инфекция ушла. Дорогие братья и сестры, прошу помолитесь за моего отца на Украине, который в болезни, у него сильные боли, чтобы Бог укрепил его здоровье и дал силы ему и снял боли. Благодарю с уважением сестра Татьяна. Помолимся, чтобы Господь укрепил и дал силы. Братья и сестры, просим вас помолитесь за нашего Сына, чтобы Господь очистил его сердце, вселил веру и крестил его Духом Святым. Хорошее желание у родителей. Заранее благодарим родителей. Пусть Господь исполнит ваше желание. Мы помолимся. Братья и сестры, прошу помолитесь за меня, Господа, чтобы Бог явил милость и исцелил меня телесно и укрепил духовно, ибо плохо себя чувствую и унываю. Благодарю сестра в Господе. Мы помолимся за вас, сестра, чтобы вы никогда не унывали, но всегда были в молитве и всегда благодарили Господа. Давайте встанем, совершим наши молитвы все перед Господом и благословим Господа. Умилосиар и отец.